Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Дети поставлены на учет, родители заплатят штрафы. Шесть несовершеннолетних были задержаны в Самаре за участие в незаконном шествии. Прививку от коронавируса можно сделать в поликлинике и даже на работе. Было бы желание. Об этом говорили на оперативном штабе с участием главы города Елены Лапушкиной. Городской бюджет на ближайшие три года планируется бездефицитным. Изменения в главный финансовый документ сегодня утвердили депутаты городской думы. Неправомерный штраф от ГИБДД. Как его оспорить? Как открыть инвестиционный счет и при этом не лишиться денег? Новый вид мошенничества появился в России. Шесть несовершеннолетних граждан Самары были задержаны в минувшие выходные за участие в несанкционированном публичном шествии. Задержанные уже поставлены на учет в полицию. Родителям придется выплатить административные штрафы. О недетских поступках несовершеннолетних сегодня говорили на внеочередном совещании в мэрии Самары под руководством Елены Лапушкиной. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Мы здесь власть! Мы здесь власть! Ролики в популярной сети ТикТок, призывающие несовершеннолетних граждан выйти на несанкционированный митинг в минувшую субботу, разлетелись по стране и миру молниеносно. Итог неуемных фантазий и энергии печален. В Самаре на незаконном шествии арестовали шесть ребят, не достигших 18 лет. Отвечать за поступки подростков пришлось родителям и администрации учебных заведений города. Регулярно, примерно за две недели до мероприятия, выкладывались в соответствующих жанрах грамотно поданные сюжеты, которые, надо сказать, позволили эту тему сделать достаточно модной среди подростков. На внеочередном совещании в мэрии сотрудники полиции, прокуратуры, правоохранители вновь предупреждают самарцев. За участие в несогласованных публичных выступлениях предусмотрена административная и уголовная ответственность. Любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. В ходе проверок работниками отдела по делам несовершеннолетних было выявлено 144 подростка, пожелавших принять участие в незаконном шествии в минувшие выходные. С этими подростками, сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних, проведены профилактические беседы, в ходе которых было рассказано об административной ответственности за участие в несационарной акции и о возможных последствиях. Интегрироваться в яркий виртуальный мир подростков родителям и учителям не так просто, отмечают собравшиеся, но быть ближе к собственному ребенку и ученику, научиться слышать и попытаться его понять под силу каждому взрослому человеку. Нам надо не передавить, нам не надо оттолкнуть. Мы должны быть сейчас с вами друзьями и теми людьми, на которые опираются, которым можно довериться. Комиссии по делам несовершеннолетних сегодня собрали в большинстве районов областного центра. Задержанные подростки поставлены на учет в полицию. Родителям детей придется выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. То есть участвуя в разного рода акциях, скажем так, дети подвергают в первую очередь свою жизнь и здоровье определенным негативным последствиям. Могут пострадать. В то же время они должны учиться и думать о будущем, о будущем своей страны. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних по поручению главы региона Дмитрия Азарова сегодня проходило при участии советника губернатора Самарской области Ирины Скуповой. Совместно с участниками совещания советник главы региона считает необходимым выстроить максимально доверительный разговор с родителями и детьми в ходе проведения разъяснительных профилактических бесед. Помимо ответственности, которую вообще-то должны нести взрослые люди, есть еще и их будущие судьбы. Поэтому частью обсуждения всей этой темы было бережное отношение к детям. И Дмитрий Игоревич особенно обратил внимание на то, что дети, которые случайно оказались там, шли, стояли рядом на обочине, но проявляют любопытство, на них не должно быть клеймо, чтобы они не оказались изгоями среди своих друзей и школьников. Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участие в несогласованных публичных выступлениях, следить за своими детьми. Не стоит забывать и о том, что в Самарской области до сих пор действуют ограничения в связи со сложной эпидобстановкой. Среди участников массовых незаконных шествий могут быть носители коронавирусной инфекции. Несоблюдение дистанции масочного режима в разы увеличивает риск заражения и передачи болезни. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 273 случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 39 409. Такие данные в четверг 28 января опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 265 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 36 402 человека. Число заболевших гриппом и ОРВИ в текущем сезоне существенно ниже, чем в прошлом году. Постепенно стабилизируются ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю наметилась тенденция к снижению заболевших. Об этом говорили на очередном заседании штаба по коронавирусной инфекции под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Затронули вопрос и вакцинация населения. Для всех желающих сделать прививку от коронавируса в поликлиниках города открыты прививочные пункты. Также прививки делают работникам больниц и образовательных учреждений, торговой сферы и промышленных предприятий. 455 организаций заявили о готовности создать условия для вакцинации своих сотрудников на добровольной основе. Желающим сделать прививку необходимо подписать согласие. Для удобства граждан на некоторые предприятия организован выезд передвижных прививочных пунктов. Каждая организация заключает соглашение с внутригородским районом, на основании чего подает списки в ту администрацию, на территории которой располагается эта организация. Строительство детского сада на Ташкентской, реконструкция улицы лейтенанта Шмидта, выплаты педагогам и молодым семьям. Дополнительные субсидии на это направят благодаря перераспределению средств в городском бюджете. Сегодня депутаты городской думы внесли изменения в главный финансовый документ Самары. Сколько денег поступило в городскую казну из вышестоящих источников и каким будет бюджет города в ближайшие три года, расскажет Светлана Кудрявцева. Городской бюджет на ближайшие три года планируется бездефицитным. Изменения в главный финансовый документ Самары сегодня утвердили депутаты городской думы. Заседание прошло с участием главы города Елены Лапушкиной. На 2021 год доходы бюджета составят 20 млрд 589 млн рублей. Такими же будут и расходы. В этом году в городскую казну из вышестоящих источников безвозмездно поступило 2 млрд 295 млн рублей. Данные средства планируются в том числе на обеспечение деятельности метрополитена, выплаты лизинговых платежей, заранее приобретенные трамвайные вагоны, дорожную деятельность, благоустройство общественных территорий, предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий. Большую часть поступивших средств свыше 1 млрд 800 млн рублей направят на вознаграждение педагогам и воспитателям. Кроме того, в бюджете этого года перераспределят свыше 1 млрд 400 млн. Средства пойдут на продолжение реконструкции заводского шоссе, на ремонт улицы лейтенанта Шмидта и на строительство детского сада в районе улицы Ташкентской. Все это направлено на то, чтобы реализовать задачи как национального проекта, так и продвинуться в реализации городских программ, ну и в целом улучшить социально-экономическое положение как самарцев, каждого самарца, так и Самары в целом. Планируется, что доходы в бюджете Самары на 2022 год составят 18 млрд 452 млн. рублей, а в 2023 году в казну должно поступить почти 17 млрд 800 млн. рублей. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, События. На дорогах Самарской области увеличат количество камер. Всего в регионе их будет 498 штук. В Самаре 289 камер, в Тольятти 114, в Сызрани и Новокуйбышевске по 35, в Чапаевске 9 и в Отрадном 6. Еще 10 новых камер для контроля скоростного режима установят на федеральных трассах. Как показывает статистика, после запуска системы фото-видео фиксации количество пострадавших в ДТП уменьшается в два раза, а количество нарушений сокращается не менее чем в шесть раз. По данным регионального управления ГИБДД, количество ДТП в 2020 году снизилось на 17% по сравнению с показателями предыдущего года. За 2020 год инспекторы ГИБДД составили почти 4 млн административных протоколов. Часть из них удалось обжаловать. Что делать, если вам пришел штраф, но вы с ним не согласны, расскажет Мария Левина. Дмитрий Самуткин за рулем уже почти 10 лет. Пять лет назад вождение автомобиля из хобби переросло в профессию. Говорит, уверенно чувствует себя на дорогах и не забывает об ответственности. Расслабляться за рулем не позволяют и многочисленные камеры, которые сегодня есть на каждом перекрестке. Вот только не со всеми штрафами, которые приходят, Дмитрий согласен. Да, с каждым годом становится все больше и больше камер. Почти на каждом перекрестке уже начали ставиться. Плохую погоду, когда пурга, метель, заметает полосы, то есть знаки не видно. И как бы фиксирует право нарушения. То есть не видишь знаки, разметку и получается нарушаешь автоматически. Все кадры с камеры видеофиксации в режиме онлайн доступны в специальном информационном отделе ГИБДД. Три десятка инспекторов здесь разбирают нарушения и выписывают штрафы. На экране красным прямоугольником отмечены автомобили, которые нарушили правила дорожного движения. Вскоре им пришлют штрафы. Хитроумные водители в основном маршрутного такси скрывают номер авто. Но и им избежать наказания не удастся. По базе данных инспекторы в течение часа определят, на кого зарегистрирована газель. Находясь непосредственно на местности, сразу все камеры достаточно сложно заметить. Вот, например, здесь на пересечении спортивной и красноармейской их несколько по каждому из направлений движения. Всего же в области установлено 527 комплексов фото и видеофиксации нарушений. А на этих кадрах тот же перекресток, только на мониторе. В день каждый сотрудник центра обрабатывает несколько сотен нарушений, которые фиксируют камеры. Летом число спорных ситуаций на дороге переваливает за 50 тысяч, а в холодное время года всего лишь около двух тысяч. И дело не в том, что зимой водители становятся более дисциплинированными, а в том, что большинство камер в непогоду выключают. Неблагоприятные погодные условия, соответственно, фиксация нарушений, допустим, линии разметки не происходит. То есть мы заранее заботимся об этом. И, соответственно, даже если когда-то фиксируются данные нарушения, то должностное лицо обязательно просматривает. И если отсутствует доказательная база нарушения, то фото-видеоматериал не подлежит вынесению постановления. Если же письмо счастья вам все-таки пришло, то в течение 10 календарных дней вы имеете право обжаловать штраф в судебном порядке. Человек, нарушая правила дорожного движения, прежде всего должен предполагать, какая за это предусмотрена ответственность. Соответственно, если не видно разметки, то лицо не может знать, что нарушает правила. Единственная проблема в том, что вот этих нарушений, штрафов с помощью видеофиксации, их приходит очень много. Даже было какое-то исследование, что у инспектора буквально там несколько секунд на то, чтобы посмотреть фотографию, увидеть, что да, действительно нарушение есть, и выписать постановление. За 20-й год областное ведомство обработало почти 4 миллиона нарушений на сумму около 3 миллиардов рублей. Порядка 33 тысяч человек оказались не согласны с предъявленными штрафами. Если у вас возникла спорная ситуация, направить жалобу можно почтой с доставкой в дежурную часть отделения полиции, написать заявление в районный суд, либо записаться на личный прием в ГИБДД. Мария Ильевна, Григорий Плешаков, События. Сегодня в Ленинском районном суде оглашается приговор по делу о мошенничестве в Самарском банке «Волга Кредит». Председатель управления Татьяне Ярилкиной назначили наказание в виде 9,5 лет лишения свободы, и она будет взята под стражу в зале суда. Напомним, по версии следствия, с июня по декабрь 2014 года сотрудники руководителей банка «Волга Кредит» вносили ложные сведения в бухгалтерскую отчетность организации и снимали деньги со счетов вкладчиков. Сообщалось об обращении в полицию около 2000 потерпевших. Предполагаемая сумма ущерба оценивалась почти в 2 миллиарда рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В России активизировались мошенники, которые предлагают гражданам открыть инвестиционные счета. Жители страны купили валюту почти на 5 миллиардов долларов. Морской экспорт российской нефти в феврале может снизиться. Подробнее в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. В России активизировались мошенники, которые от имени брокеров предлагают гражданам открыть инвестиционные счета. Сегодня на рынке наблюдается огромный приток новых вкладчиков, желающих заработать. В 2020 году количество брокерских счетов-инвесторов на московской бирже выросло на 130%. Это больше, чем за предыдущие 20 лет. Такой расклад привлекает мошенников. Как правило, они подталкивают клиентов открыть счет в подставной компании и сделать денежный перевод под предлогом якобы очень высокой доходности продуктов этой компании. Ну а затем преступники просто исчезают вместе с деньгами обманутых инвесторов. Россияне купили валюту почти на 5 миллиардов долларов. Дело в том, что рубль в 2020 году продемонстрировал одно из сильнейших падений. Российская валюта снижалась несколько раз – в марте и в сентябре. И по итогам года рубль потерял около 30% к евро и более 20% к доллару, оказавшись в пятерке худших среди основных валют. На фоне резкого ослабления рубля россияне ринулись покупать иностранные деньги. В конце прошлого года граждане приобрели иностранную валюту на сумму 4 миллиарда 700 миллионов долларов, скупали валюту в российских банках и через брокеров на московской бирже. Спрос на доллары и евро подстегнули низкие рублевые ставки. Российский рынок в этом году будет снова сильно подвержен внешним рискам. Мутирующий коронавирус, вакцинация, санкции и другие негативные события ведут к волатильности рубля, то есть к изменчивости курса и колебаниям цен на нефть, рассказал нам наш постоянный эксперт-финансист Александр Тымчук. Для российского рынка, конечно, существуют риски, их больше, нежели для многих других, потому что стоимость нефти также будет очень сильно зависеть от того, как будет ситуация с коронавирусом развиваться, и мы наверняка увидим еще довольно мощные движения вниз, и рынок нефти, как один из самых волатильных, он еще даст о себе знать. Агентство Bloomberg сообщает, что Россия планирует снизить морской экспорт нефти Юрлс в феврале на 20% и перенаправить ее на местные НПЗ для борьбы с ростом цен бензин и дизель. На прошлой неделе Минэнерго России сообщало, что нефтяные компании должны увеличить загруженность НПЗ и нарастить запасы бензина в преддверии сезонного роста спроса. Накануне стоимость российской экспортной нефти Юрлс в Европе превысила 55 долларов за баррель впервые с февраля прошлого года. Сегодня же ее стоимость 43 доллара и 64 цента. Нефть марки Брент 55 долларов и 72 цента за баррель. Российская валюта слабеет. Доллар на 29 января 76 рублей 19 копеек. Он прибавил 1 рубль и 15 копеек. Евро 92 рубля и 13 копеек. Европейская валюта подорожала на 91 копейку. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Шесть самарских учителей представит город на региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2021». Впервые на участие в этом конкурсе заявились более 40 преподавателей. Финал окружного этапа состоялся сегодня. Познакомилась с лучшими из лучших наш корреспондент Гульфия Асафина. Сегодня все больше и больше статистической информации. И учителю принципиально важно научить детей работать и со статистикой тоже. Учитель общества знания 12-й городской школы Александр Индин дает мастер-класс на правах финалиста окружного конкурса «Профмастерство. Учитель года-2021». Это первый опыт участия молодого преподавателя в конкурсе и сразу выход в финал. Ведь дело, которым он занимается, уверенно называет своим призванием. «Участие в конкурсе мне очень понравилось. Участвовал в течение всего января в этом конкурсе. Мне кажется, любой урок – это в первую очередь повод для диалога между учеником и учителем. И не так важно, какой именно предмет, если учителю есть что передать своему ученику». В этом году на конкурс заявилось рекордное количество претендентов – 42 педагога. Обычно участников в два раза меньше. В год пандемии и дистанционки интерес к самореализации учителей вырос, несмотря на новые условия проведения конкурса. «Если всегда это было массовое мероприятие, и на каждом этапе присутствовали группы поддержки, семья могли прийти, друзья, знакомые, то в этом году, конечно, этого нельзя было делать. Мы думали, что это наложит какой-то отпечаток и будет не так интересно, но получилось все наоборот». Конкурс проходил в два тура, методический семинар и учебное занятие, на котором преподаватели демонстрировали свое мастерство непосредственно на уроке. Ученики тоже имели право голоса. Надежда Федорова преподает химию в 81-й школе более 20 лет, но ни разу в конкурсе не участвовала. Но, как говорится, новичкам везет. «Сначала, конечно, было очень неожиданно. Я очень долго осознавала, что это действительно финал. В первую очередь это дает мне, как учителю, возможность, во-первых, показать себя, посмотреть, чего достигли другие конкурсанты, потому что в конкурсе действительно участвуют лучшие учителя города. Даже в записи очень интересно посмотреть. Небольшие какие-то находки потом можно использовать в своих уроках». На региональном этапе конкурса, который пройдет в феврале, честь города будут защищать шесть учителей. Награждение призеров состоится в марте на торжественной церемонии. Там же огласят имя лучшего. Гульфия Сафина, Дмитрий Мешканцов. События. Экология Самары и области находится под неусыпным контролем регионального природоохранного центра. Там создана современная лаборатория с высоко квалифицированными специалистами, химиками. Ведется учет утилизации всех отходов, начиная от бытовых, заканчивая промышленными. Подробности у нашего корреспондента. Химик Антон Чугункин готовит спецраствор, который определяет уровень загрязнения воздуха. Антон – эколог по призванию. Даже в свободное от работы время он делает все, что в его силах, чтобы сберечь природу. Бытовые отходы сортирует. Пластик, алюминий и остатки пищи отправляет в разные контейнеры. А на работе и вовсе спасает природу в масштабах Самарской области. Я за экологию, потому что, знаете, с начала промышленного века наша экология очень сильно подверглась воздействию человеческому. И с каждым годом эта ситуация только ухудшается. Лаборатория областного природоохранного центра проводит экоаналитический контроль везде, где ступает нога человека. Анализу подвергаются промышленные выбросы в землю, в воздух и водоемы. Проверяется также качество питьевой воды. Для этого лаборатория оснащена по последнему слову техники. Приборный парк нашей лаборатории постоянно обновляется, в том числе и за счет бюджетных средств Самарской области. Так, в прошлом году на эти средства было приобретено 12 единиц техники. Природоохранный центр составляет и региональный кадастр отходов. Проще говоря, это отслеживание пути, переработки и захоронение мусора. А также помогает предприятиям и организациям Самарской области соблюдать правила экологической безопасности и нормы природоохранного законодательства. У нас участников каждый год, естественно, растет. В прошлом году мы обработали более 7 тысяч отчетов. Предприятие показывает нам информацию, кому передаются отходы. Это либо полигон, если это позволяет, либо если есть отходы, которые имеются технологией переработки, то обязательно размазался вопрос передачи на переработку. То есть это приоритетно. Чтобы самарцы жили в комфортной и безопасной среде, в регионе реализуется национальный проект «Экология». Он включает в себя несколько направлений. Это и сохранение лесов, и уникальных водных объектов, и комплексное обращение с ТКО. И как результат, Самарская область регулярно получает экологический паспорт региона, который можно увидеть на сайте правительства Самарской области. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Самарские библиотеки интегрируются в виртуальное пространство. Становятся интереснее и понятнее детям. Интерактивные спектакли, мультимедийные экраны и все для того, чтобы заинтересовать современных читателей. Сегодня в библиотеке номер 8 вспоминали актера, певца и поэта Владимира Высоцкого. Демонстрация кинохроник, кадров выступлений на сцене и фрагменты песен Владимира Семеновича сопровождались игрой актеров театра «Сцена номер 8». В таком формате постановка предстала перед зрителями в первый раз за три года ее существования. Детали расскажет наш корреспондент Михаил Ермоленко. За то, что я хриплю на всю страну, чтобы доказать, я в колесе не спится. За то, что мне не мется и не спится. За то, что в передачах заграница мое передает блатную старину. Его песни хотя бы раз слышал каждый, а поклонники его творчества живут в разных странах. Традиционно в день рождения Владимира Семеновича Высоцкого в конце января ценители его стихов и песен собираются, чтобы отдать дань памяти культовой личности советской истории. В Самарской библиотеке номер 8 решили рассказать о Высоцком новому поколению понятным ему языком с помощью мультимедийных технологий. Актеры театра «Сцены номер 8» на фоне документальной хроники разыгрывали сцены из жизни великого барда. Для молодежи это прежде всего лирический поэт, потому что для них и любовь имеет огромное значение. И вот мы в этой постановке таких героев включили лирических, среди которых любимые его женщины, музы так называемые, которым он посвящал много стихотворений, и они прозвучат сегодня. Евгений Макаров в театре «Сцены номер 8» с самого основания. В его копилке образов Владимир Маяковский и Сергей Есенин. Играть своего кумира Высоцкого для него большая честь, делится актер. Читая стихи, он чувствовал знаменитый напор и внутреннюю силу поэта. Вот это вот его, вот эта сила, вот это его переживание, страдания, а я их сейчас проживаю и очень тяжело довольно-таки, я представляю, насколько ему было. Вот, поэтому, ну, в принципе, я сразу согласился, потому что для меня это честь сыграть такого замечательного, великого человека. В рамках нацпроекта «Культура» первой в Самаре модельной библиотекой стала восьмая. Здесь появилось новое звуковое и световое оборудование, мультимедийные доски и компьютеры с высокоскоростным интернетом. Из классической библиотеки площадка превратилась в место для интеллектуального досуга читателей всех возрастов. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Известный российский специалист Дмитрий Галямин занял пост заместителя генерального директора «Крыльев Советов». Об этом сообщили в пресс-службе Волжского клуба. В «Крыльях» он займет пост заместителя директора по спортивным вопросам и молодежной политике. Дмитрий Александрович родился в 1963 году в Москве, мастер спорта, выступал за национальные сборные СССР и России, имеет опыт выступлений за ЦСКА и испанские команды, был спортивным директором в «Динамо» и возглавлял Академию Кайрата. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт «Самара ГИС», подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...